урок 3 функции и отношения следующая базовая для математики понятия после понятия множество да это понятие функции функция одно множество отправляет другое возможно и в то же самое то есть она как бы берет любой элемент из этого множества и говорит куда ему надо перейти здесь функция это все вот эти вот нарисованные мною стрелочки давайте приведем примеры функций и не функций ну в нашей жизни просто вот например есть такая функция как отец спорят несколько братьев и сестер показывая на папу это мой папа нет говорит это мой папа говорит другая до 3 год нет это мой папа да и получается что они друг другу как бы противоречат перечат но на самом деле они все правы если они братья сестры если это их общий папа отец эта функция на множестве всех людей вот это вот люди вот и соответственно со множеством всех людей возможно ну как бы в каких-то случаях может быть отец если папа вдруг уже умер если вот этот вот человек у которого мы отца рассматриваем уже взрослый да допустим то это люди ну как бы те которые когда-либо жили живут час или когда-либо жили то есть мы рассматриваем функцию можно даже так сказать что функция отец определена на множестве всех людей а имеет значение во множестве всех людей которые жили когда бы то ни было то есть вот это множество и а это эль с волной и на самом деле эль внутри эль с волной находится и после этого это корректно определенная функция но иногда бывает так что отец ну давайте обозначим эту f до f f это отец фазер f от а равно f от b тогда и только тогда когда а б братья ну или сестры там или брат сестрой вот то есть эта функция иногда разные точки переводят в одну и ту же что не возбраняется для функции функция главное чтобы для каждой точки давала один конкретный четко определенный адрес одет это функции нет нет потому что у каждого человека ровно два деда который отец мамы который отец отца и это ну либо либо можно сказать что это строго двузначная функция ну бывает что под функциями понимается и многозначные тоже но в стандартных математических книгах во всех считается что функция это однозначно определенная функция если каждому элементу сразу два соответствует это уже не функция по той же причине сын функции не является более того в случае с сыном возможно еще более неприятная ситуация что она просто не всюду определена да у кого-то может и нет сыновей да не дочери ли вообще еще не женился вот и тогда значит вот тут у некуда да некуда вот эту точку 9 нет сыновей и кстати если бы функция отец мы определяли на множестве живущих людей со множеством живущих людей то опять как бы те люди у которых папа уже умер они бы соответственно у них будет функция на них не была определена и тогда мы сказать что отец это не функция вот но вот дед и сын в принципе не функции их не нельзя определить как функции до определить повод этим вот вышеупомянута причинам то есть функция чтобы каждому ровно ровно один ставился в соответствие а вот возраст эта функция возраст эта функция для каждого человека определенного возраста v от саватеев например равно 46 кажется если я не ошибаюсь лет вот ну и возраст эта функция давайте напишем как она выглядит эта функция из множества всех людей на самом деле всех живущих и умерших людей потому что можно отчитывать возраст от рождения они не не учитывая смерть игнорируя ее все равно потом все воскресну до при втором пришествии а соответственно можно для каждого посчитать его возраст с момента его рождения у фирма например возрастом 419 лет если не изменяет память вот и эта функция в натуральные числа да она бьет но бьет математики еще говорят бьет до функция бьет действительно берет и бьет туда но если я так пишу я имею ввиду что натуральные числа начинаются с нуля потому что новорожденные младенцы тоже люди а возраст их но лет то есть округленный возраст то что мы понимаем под количеством полностью прожитых лет он может быть равен нулю но минус единицы как бы он не может быть равен мы все-таки еще тех которые в животике у мамы не считаем вот поэтому вот получается такая функция она называется возраст есть еще очень важная функция которая называется паспортные данные паспорт ну данные до паспортные данные чем она хороша ну во первых эта функция п она тоже множество людей переводит но в какие-то там множество из наборов каких-то символов циферок там фамилии имя отчества и символы с циферками она хороша тем что она является то что математики называют инъекцией это функция которая разные точки никогда не переводят в одну и ту же то есть двух разных людей не может быть одинаковых паспортных данных почему когда вас там куда-то приглашают и говорят там предъявите паспорт недостаточно бывает иногда указать фамилии имя отчество потому что фамилия имя отчество могут совпадать и двух разных людей я лично знаю двух волковых сергеев владимировичей просто лично знаю ну и наверное где-то существует совватеев алексей владимирович который не я но паспортные данные у нас не совпадают то есть это государство вводит такой документ до который значит кодирует людей так что разные люди переводятся в разные наборы цифр вот но вообще про то как математики квалифицируют разные функции мы сейчас подробно поговорим функции бывают инъекция сюрекция биекция одно же взаимоднозначное соответствие ну и вообще как математики формально задают функцию формально что такое функция на формальном языке теории множеств вот это тоже с этим очень полезно познакомиться это тоже часть языка математики и безусловно к нашему курсу принципов математического мышления относятся давайте сейчас об этом и поговорим вот а теперь мы придем к понятию функции на немножко более формальном языке которым и пользуются математики на самом деле если вы заглянете во все серьезные книги там будет написано что функция это некоторое подмножество внимание декартово произведение множество и b некоторые подмножество но я еще не объяснил что такое декартово произведение множество а это такой тоже ключевой для математики конструкт но смотрите легче всего на примере вот у вас есть числа там два например 5 и 6 а здесь 12 ну и 4 допустим и вы хотите рассмотреть все точки у которых координаты иксовая либо 2 либо 5 либо 6 а игрековая либо 1 либо 2 либо 4 натурально у вас тут девять точек будет вот вот множество состоящее из этих девяти точек оно носит название декартово произведения двух множеств множество состоящие из точек из чисел 2 5 6 и множество состоящего из чисел 1 2 4 то есть декартово произведения это множество в котором пары живут до пары 21 22 до так далее в общем вы все эти точки перечисляете вот так последний будет 64 вот но их девять штук да их девять штук видите сколько их их столько сколько элементов здесь умножить на количество элементов здесь ну потому что видно по картинке это хорошо видно вот эта конструкция нам позволяет объяснить что математики поднимают по под функцией понимают но прежде всего отношением давайте напишем отношение между множествами а и b называется вообще любое под множество же декартово произведение ну то есть когда мы берем какие-то значит эти самые какие-то несколько несколько из этих пар берем вот например я взял вот эти четыре пары даже допустим состоит из четырех пар что там 2 2 2 5 2 6 и 6 4 2 2 5 2 6 6 4 вот такой типичный пример ну отношение между множествами а и b да то есть мы говорим что двойка находится с вот этой двойкой вот эта двойка с этой двойка да в отношении и эта пятерка с этой двойка в отношении это шестерка с этой двойка в отношении но также еще эта шестерка находится в отношении с этой четверкой вот а функцией функции называется такое отношение для которого при любом а существует единственное вот еще очень важный значок это восклицательный знак к сожалению это многозначная штука если я пишу 5 и восклицательный знак это 5 факториал то есть 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5 но в данном контексте это существует единственное b из b такое что а паре с b находится в этом отношении то есть принадлежит этому подмножеству и такое б называется f от а ну вот так обозначается то есть функция исходно функция это просто некоторое отношение но не такое как я нарисовал вот такое нельзя потому что шестерка находится в отношении сразу с двумя элементами множества б шестерка как элемент множества а находится с двумя а вот если бы например я вот этот вот удалилась же вот отсюда удалил этот элемент значит я тут неправильно перечислил пять два шесть два и шесть четыре вот если я удаляю вот этот вот элемент то у меня остается отношение у меня остается отношение а именно двойка находится в отношении с единственным элементом здесь а именно с двойкой пятерка тоже находится в отношении с единственным здесь элементом а именно с той же самой двойкой это пожалуйста да то есть в ту сторону можно они могут с одним и тем же находиться в отношении но для для двойка должна ровно с одним пятерка ровно с одним и шестерка находится ровно с одним в отношении и мы говорим что же тогда это будет то как я это брал эта функция которая на элементе 2 принимает значение 2, на элементе 5 принимает значение снова 2, и на элементе 6 принимает значение 4. Вот, ну и вот, собственно, математические функции это и есть отношение с таким специальным дополнительным условием. Вот. Ну и можно, так сказать, дальше нарисовать график, да? Вот график функции, да? Что такое график функции? Ну, у нас всего три элемента в этом множестве, на котором функция определена. Поэтому получается такая вот как бы условная линия, но на самом деле график просто состоит из этих трех точек. То есть, иными словами, график функции это не что иное, как сама функция. Вот если математически говорить, график функции совпадает с понятием функции. Ну, конечно, в житейском смысле график, да, это я нарисовал тут вот x, тут y, там какая-то кривулька, вот. И, ну, как бы это с этим определением это полностью состыкуется, да? То есть мы говорим, что у нас функция это отношение на множестве пар первая координата и вторая координата, при которой каждый первый координат соответствует одна и только одна вторая координата. То есть это как бы согласуется с тем, что здесь написано. Ну, и ее график это и есть подмножество внутри вот этого вот Декартового произведения, которым является весь этот квадрат, подмножество, которое, значит, это соотношение и задает, вот это вот отношение функциональное и задает. Вот. Ну, что еще стоит добавить? Добавить надо то, что функции бывают нескольких видов. А инъекция это означает, что для любых разных а и а с волной f от а не равно f от а с волной. Иными словами, отношение f, которое задает нашу функцию, оно не может разным элементам вот этого вот стартового множества ставить один и тот же, как вот здесь элемент. Ну, и вот здесь тоже это не выполняется, потому что вот эта точка и вот это переходит и, соответственно, один и тот же y. Мы говорим, при функции еще одна, и эта точка переходит вот в это значение. Эта точка тоже переходит в то же самое значение. Вот, то есть вот это не инъекция, это тоже не инъекция. Ну, а если вот так провести, то была бы инъекция. Дальше бывают сюррекции. Сюррекция, она гласит, что для любого b, то есть отсюда, да, существует какой-то а отсюда такой, что f от а равно b. Теперь как бы наоборот, да, мы говорим, что любой элемент из множества b находится в этом отношении с каким-то хотя бы одним элементом из множества a. Ну, здесь у нас одинаковое количество элементов было. Могло бы быть разным, здесь могло бы быть очень много элементов, тогда получилось бы, что, ну, уже наверняка просто не было бы инъекций, да, потому что если очень много элементов, то каждому должен соответствовать какой-то из этих трех, то там уже как бы по принципу дирехле, да, и начиная с четырех уже инъекции она не будет. А вот будет ли она сюррекция, это уже вопрос. Если бы здесь было, например, два элемента, мы бы точно сказали, что это не сюррекция, потому что не может быть двум элементом, что с ними целых три в соответствии находятся, да, в парах. А вот если четыре или пять, там зависит от того, как устроена функция, да, то есть может быть они все в один переходят, тогда это не сюррекция. А может быть они как-то несколькими слоями заполняют то, что здесь. Вот. Ну и дальше уже можно как бы открывать книги, и есть разные уточнения, там функция называется каким-нибудь там накрытием или расслоением, если для нее выполняются какие-то дополнительные требования. Ну там еще нужно, чтобы вот в этих множествах были какие-то дополнительные структуры. Сейчас я уже про это говорить не буду. Ну и, собственно, последнее слово это биекция, которое тоже надо знать. Биекция это взаимно-однозначное соответствие, взаимно-однозначное соответствие между множествами А и Б. То есть это когда одновременно. И инъекция, и сельекция. Еще иногда, кстати, инъекцию называют вложение, а сельекцию наложение. Тут много терминов, да, язык математики продолжается. Так вот, значит, биекция в этом случае называется взаимно-однозначным соответствием. То есть я каждую из этих терминов по синониму есть. Инъекция это когда разные точки переходят в разные. Сельекция, когда множество Б полностью накрыто вот этим вот графиком, да, отношением. То есть если скопировать, если туда вот так вот это все сместить, то все множество Б будет покрыто. Вот. Ну и биекция, когда это взаимно-однозначное. Значит, соответствие. Ну и еще как бы можно на самом деле определить Ф в минус первый как тот же график, только рассматриваемый внутри вот такого декартового произведения, да, наоборот взятого. И тогда требование, что Ф в минус первый является функцией, оно звучит уже совершенно диаметрально противоположным образом, да. То есть теперь вот из Б не должны склеиваться в А. Ну и довольно понятно будет из того, что здесь все написано, что, например, к инъекции, ну, точнее так, значит, к любой функции обратная, к любой функции, а, не-не-не-не, неправильно я говорю. Значит, очень интересная на самом деле взаимосвязь между Ф и Ф минус первый. И оно, на самом деле, там, заслуживает отдельного рассмотрения. Разберемся с Ф минус первый. Пусть Ф это какое-то отношение между А и Б. Под Ф минус первый понимается то же самое в точности отношение, только от Б к А. То же самое, да, то есть Ф минус первый поднимается тот же Ф, но как под множество Б на А. Вот. Ну, то есть, как бы это множество, просто некоторое множество пар, только теперь мы переставляем их местами. Казалось бы, какая разница, да, ну, переставили и переставили, чего об этом говорить. Есть разница. Дело в том, что когда мы начинали давать определение функции в терминах отношений, да, то мы требовали, чтобы каждому, каждому элементу из А соответствовал один и только один элемент из Б, находящийся с ним вот в соответствующем отношении, то есть принадлежащий этому множеству. Но когда мы перевернули, это требование уже выглядит иначе, да, то есть Ф минус первый будет функцией в том и только в том случае, когда для любого Б из Б, да, существует единственный А из А, такой, что, ну, соответственно, я могу написать БА принадлежит Б умножить на А, но это то же самое, что АБ принадлежит А умножить на Б. То есть Декартовы произведения, они как бы, если пара АБ принадлежит Декартову произведению А на Б, то как бы переворачивая их наоборот, получаем, что БА принадлежит Декартову произведению Б на А. Вот. Поэтому получается так, что требование, чтобы было функции f, это требование, что каждому элементу отсюда соответствует один и только один отсюда. И если мы пытаемся рассмотреть f минус 1 для функции f, то что мы на самом деле увидим? Давайте посмотрим. Вот у меня была, всегда это удобно изображать таким вот графиком, да, каким-то. Вот было множество b, допустим, вот отсюда-досюда простирается множество b, а отсюда-досюда множество a. Ну и тут какая-то вот такая вот, допустим, была функция, да, это значит каждому отсюда элементу соответствовал один и только один отсюда. Значит, теперь я хочу прояснить вопрос, у каких функций бывают обратные? То есть у каких функций вот это обратное отношение будет тоже функцией? Вот так нужно ставить вопрос грамотно. Ну и ответ такой, что теперь для любого b должен существовать такой a. То есть вот, например, для этого b, вот так как я нарисовал, его не существует. Он существует только вот в этом диапазоне. Это одно препятствие. То есть препятствие, что для некоторых элементов из b вообще нельзя найти никакого a, который бы, значит, им соответствовал. Но это означает, что первое требование это сюрреекция, да, сюрреекция. Это обязательно необходимое условие, что я в сюрреекции. Для того, чтобы f минус первой была функция, первое необходимое условие, что я в сюрреекции. Тогда, соответственно, график будет другой, но, возможно, вот такой. Вот у меня a, вот у меня b, и график, допустим, будет вот такой. То есть я покрыл все b, но большая часть точек b покрыта дважды. И опять я не могу сказать, что вот это вот f, которое рассматривается как отношение на b умножить на a, то есть отсюда сюда, да, что каждому элементу из b соответствует один и только один элемент из a. Потому что, почему? А потому что разным элементам из a соответствовал один и тот же из b. То есть потому что в данном случае препятствием является то, что f не является инъекцией. Значит, если я теперь потребую еще, еще нужно потребовать обязательно, чтобы f была инъекция. И вот теперь этого уже достаточно. Если f и сюрреекция, и инъекция, то ни того, ни другого не происходит, ни той, ни другой неприятности. Ну, получается какой-то, значит, такой график, который можно вот так изобразить. И здесь видно, что вот как бы когда я отсюда сюда посмотрю, тоже получится функция. Каждому элементу b будет соответствовать один и только один из a. Вот. Ну, вот, собственно, это концепция функции и концепция обратной функции. Ну, а вообще бывают отношения там разного рода, которые тоже интересны для математики, которые не функции. Там отношения порядка бывает, расстояние между точками. Много разных концепций тоже на основе общего понятия отношения между множествами, как подмножество Декартового произведения. То есть вот отсюда, ну, как бы у всей математики отсюда растут ноги. Вот из этого места.